так еще раз методы воздействия на кости, то есть мы сначала воздействуем на мышцы соответственно повторяю разогреть, согреть их, растереть тереть это слово трение, это передается тепло, кинетическая энергия в тепловую второе размять мышцы, это мы должны с одной стороны гипертрофировать, с другой гипо активность с них снять, то есть расслабить, получается размять это мимо релизинг точки, фасты, растяжение фасты, все мы использовали, все методы, потом вытягивание, тракция тракция костей и связок, она связана с декомпрессией, когда позвонки вертикально растягиваем, далее постукивание, потряхивание, вибрации, поколачивание и так далее, это по конкретно суставчикам, по реберам, по позвоночным, по крестцово-подвздошным, сочленениям, по бедренным сочленениям, ну и так далее, а, ну и по самим позвонкам, когда стучали, помните, через вакуумную продушечку, такую по ладони, далее идет непосредственно, ну, в смысле, еще раз тракция, если понадобится, да, и шестое, это непосредственно вот наша вот правка костей, да, как отдельно, так и сегментов, мобилизация, траст, устранение функциональных блоков, то есть, было заблокировано, там, чтобы, да, не двигаться, увеличивая мобильность, снимаем блок и человек нормально, да здоровым, хоть здоровым. Седьмое, это завершение, если особенно было вот эти вот трасты, хрусты, достаточно серьезные с шеей и поясницы, да, то это используем вытягивание, опять потянули, да, чтобы не было, не дай бог, спазм, потому что человек может дернулся в момент, да, и у него заклинит еще больше, а виноватому как рисует, поэтому, во-первых, все помещение делаем без кузняков, да, и вот обязательно поосторожней с людьми вытягиваете, все-таки не навредить правил гиппократа, нас тоже касается, и завершение это успокоительные, такие релаксирующие, там, покачивание, полежать чуть-чуть, да, так вот, чуть-чуть, прийти в себя, человеку. Ну, полсинка. Полсинка, да, вот, и что это еще не указал, какую диагностика, диагностика, да, правильно, в какой момент это проводить? Между вот этими. После хаммуфасций. Ну, в принципе, да, ее можно проводить как до, в начале, в общем, начало же идет вытяжка, потом, ну, вот это вот, вибрация, ну, не, вот это вот, выжимка, выжимка, а после этого уже диагностика. А, пальцами, ну, в принципе, да, да, это такой метод диагностики, есть методы диагностики разные, визуальные, пока человек к вам пришел, сейчас мы будем проходить, он уже идет, и вы смотрите по его движению плечам, складок на одежде, бедрам, да, где они что-то не так, иногда визуально даже сразу видно. То есть диагностика может делать несколько раз. Вы что-нибудь там повытягивали, еще раз проверю, да, правку сделали, еще раз проверили. Так, ну, на этом все основное я вам рассказал, да, сейчас мы приступим непосредственно к работе. Приступим все это изучать на практике. Ну, опять же, вы про астерофиты, да, как правило, с возрастом, они, ну, остеохондрозом в какой-то степени из почти у всех ювенали. Ювенальностию хондро сейчас придумали, да, то есть там подростковый какой-то, вот кто вообще говорит о зарождении, как-то человек родился уже остеохондроз. Ну, много спорных вопросов, да, но вы должны понимать, что это не болезнь, поэтому она не остеохондроз не лечится, он только поддерживается в той состоянии долго процесса ремиссии, чтобы не развивался дальше. То есть это соль, это кальциты, нарост на костях, да, поэтому в целях вашей безопасности, еще раз предупреждаю, если человек приходит пожилой и зажатый, по нему просто видно, вот такой, с ним, ну, лучше ничего не делать. Максимум, легкие растяжения, растяжение, там, в стороны шеи, да, вот эти жесткие трасты, всякие правки не делайте. Чем моложе человек, тем он подвижнее, костево мобильнее, да, тем проще работать. Легче все, конечно, с детьми работать, там все моментально все ставится на место. Вот, так что желаю вам удачи в вашей работе, дорогие коллеги, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно. С вами был Олег Лавгудвин и не забывайте подписаться и прийти к нам на тренинг, чтобы получить здоровые, живые навыки для вашей практики прямо здесь и сейчас. Пылу-жару, как пирожки, и в понедельник вы идете это все воплощать в жизнь.